Приветствую! Вы смотрите видеообзор от SotMarket. Недорогой, качественный и функциональный телефон Nokia C201. Устройство поставляется в небольшой картонной упаковке привычного синего цвета фирмы Nokia. Внутри коробки находится само устройство, а также кроме него здесь можно найти зарядное устройство по скромную гарнитуру и аккумулятор с инструкцией. Телефон имеет очень приятный округлый плавный дизайн. В руках лежит просто прекрасно благодаря весу и своим габаритам. Действительно удобно пользоваться, да и эргономика потрясающая. Корпус целиком выполнен из пластмассы разных фактур. Практически вся задняя часть матовая, ну а спереди имеется глянцевое серебристое обрамление. Собран телефон отлично, материалы качественные, все хорошо друг к другу подогнано, никаких скрипов и люфтов нет. Верхняя половина передней части телефона закрыта прозрачным пластиком, а он чуть-чуть выпуклый, поэтому на нем отлично смотрятся блики. Сверху имеется прорезь разговорного динамика и внизу под этим всем блок управления, клавиатура. Здесь присутствуют софт-клавиши, кнопка вызов, сброс, джойстик навигации в меню и клавиши набора номера. На правом торце под заглушкой находится microUSB-порт для подключения к компьютеру и зарядному устройству. Слева также под заглушкой отсек для microSD-карточки. На верхнем торце расположился разъем для зарядного устройства, а также вход для наушников. Снизу отверстие микрофона. На задней панели находится блок камеры на 3,2 мегапикселя и внизу прорези внешних динамиков. Садняя крышка полностью снимается и под ней находится отсек для аккумулятора, а также слот для сим-карты. Этот телефон оснащен маленьким, но неплохим экраном с диагональю 2 дюйма и разрешением 240 на 320 точек. Разрешение отличное, изображение четкое. Телефон, то есть экран, обеспечивает прекрасную цветопередачу, отличный запас яркости, но, конечно, углы обзора не самые лучшие. Объем встроенной памяти 128 мегабайт, из которых пользователю доступны только 46, но поддерживаются карточки памяти microSD объемом до 16 гигабайт. Батарея имеет емкость 1200 мАч и это позволяет этому телефону проработать 8 часов 45 минут в режиме разговора и 450 часов в режиме ожидания. Ну а что касается такой вот средней работы, то я думаю, хватит дней на 5 заряда аккумулятора. Интерфейс телефона называется серия 40 и он довольно удобен, функционален. На рабочем столе есть некоторые ярлыки основных приложений. Из предустановленного тут присутствуют разнообразные программы для развлечений, работы и общения. Допустим, тут присутствует предустановленный клиент Facebook и Flickr. Помимо этого присутствует набор примитивных игр, примитивных, но, конечно же, при этом интересных. Ну а благодаря OviStore можно докупить сюда каких-то приложений, которые были бы вам полезны. Ну а в остальном система работает быстро, чётко, чётко, без каких-либо подтормаживаний, что, конечно же, является большим плюсом. Музыкальный плеер здесь есть и он довольно удобен, приятен и просто в использовании. У него достаточно мало разнообразных функций присутствует, но эквалайзер есть. Очень простой, с предустановками, если кому-то он нужен, то он может им воспользоваться вполне. Для начала музыку можно слушать при помощи комплектной гарнитуры, но она, конечно же, обеспечивает не самое лучшее звучание, поэтому нужно купить что-то более качественное для прослушивания музыки. Камера на 3,2 мегапикселя делает неплохие снимки, пригодные для отправки ММС. В целом это приятный в использовании, качественно собранный телефон с отличным экраном и неплохой камерой. Рекомендую к покупке, особенно при такой приятной цене. Более подробно с характеристиками устройства вы можете ознакомиться на странице товара на сайте. Там же есть и специально подобранные аксессуары. Не забывайте и о нашей группе ВКонтакте. Пишите, начинайте обсуждение. Мы всегда будем рады ответить на ваши вопросы.